Игорь, несколько вопросов от зрителей, которые пришли для прямого эфира нам заранее, вот и мы не успели ответить на них во время прямой линии. Вот в частности вопрос, при каких обстоятельствах, в связи с чем, почему и зачем товарищ Сталин в последние годы своей жизни говорил, что без теории нам смерть-смерть-смерть. Ну обстоятельства, при которой была сказана эта фраза, я назвать не могу. Тем не менее, с этим лозунгом можно только согласиться. Потому что ведь что получается? Если марксизм это наука, а собственно у нас постоянно это педалировалось, то естественно, что наука должна развиваться, причем видоизменяться, как бы объяснять какие-то новые накопленные факты. И в этом отношении здесь, несомненно, развитие теории марксизма было крайне важным. Особенно для нашей страны. Но, к сожалению, из-за того, что у нас фактически марксизм, он был не только наукой, но и идеологией, очень быстро это все превратилось из науки просто в такую какую-то квазирелигию. То есть втюхивание какой-то бездуманной каких-то догм, некритическое, соответственно, отношение к действительности. И поэтому сегодня эти слова Сталина, они по-прежнему актуальны. И я бы даже сказал, что сегодня у нас в какой-то степени есть преимущество перед советским временем. Потому что, хотя, конечно, да, у нас сейчас нет ни финансирования, которое было в то время, ни вот этих огромных толп профессиональных марксистов, которые там занимались изучением партийного руководства пожарными формированиями в блокадном Ленинграде. Но зато у нас нету этих идеологических догм. То есть мы можем мыслить свободно и можем, соответственно, пытаться это все осмыслить. Диалектик спрашивает, почему был репрессирован советский ученый-генетик, академик Николай Вавилов? Я немножко расширю вопрос. Вообще о гонениях на генетику, были ли они и с чем они были связаны, на генетику как науку? Ну, во-первых, тут надо понимать такую вещь. Вот у нас, значит, сейчас вот очень любят говорить, что якобы там вот при Сталине запретили генетику, что были гонения на генетиков. И особенно наши вот эти ернычащие кухонные остроумцы любят там вот это вспоминать фразу там, что генетика продажная девка империализма. Ну, начнем с того, что вот эта фраза про девку империализма была придумана вот самими этими интеллигентами во второй половине 60-х годов. То есть это было, значит, в одном из спектаклей показано в середине 60-х, потом уже пошло в народ. То есть это как раз типичный случай, когда вот эти ернищащие обличители сами придумают какую-нибудь чушь, а потом, значит, над ней ухахатываются. Что касается генетики в сталинское время, то, собственно, генетику мы не отрицали. Если посмотреть на ту же самую стенограмму вот этой известной, так сказать, сессии «Восхнил», где, собственно, произошел как бы якобы разгром генетики, то можно видеть, что там нигде, собственно, генетику не отрицают. Просто речь идет о том, что есть неправильная генетика, вот эта весьма низко-морганистская и правильная генетика, то есть мичуринская. Соответственно, Вавилов, он фактически, получается, как бы был представителями как бы вот этой осужденной, как бы осужденного направления генетики, но свой как бы его арест и заключение, как связанного номера в тюрьме, было связано, в общем-то, не с этим формально, по крайней мере, а с тем, значит, что он якобы являлся членом антисаветской организации «Трудовая и крестьянская партия», а также, опять же, нецелевое использование и растрата государственных средств. Что касается трудовой крестьянской партии, то это, в общем-то, не выдумка тогдашних НКВДшников, то есть такая организация реально существовала, но это была организация, созданная иммигрантами, они реально вели антисоветскую деятельность, засылали сюда эмиссаров. Был ли у них в их рядах Вавилов или сотрудничал с ними, ну, это вопрос, но, по крайней мере, не исключаю и такой вариант, что это обвинение может оказаться действительно истинным. Также, говоря вот о взаимоотношениях Вавилова и Лысенко, потому что обычно вот заявляют, что якобы это Лысенко его там погубил своими интригами, то там ситуация, на самом деле, прямо противоположная. То есть, во время своего соперничества Вавилов написал на Лысенко множество доносов, Лысенко доносы на Вавилова не писал. Так что, значит, ну, к сожалению, да, у нас наша научная среда, очень часто, вот для нее характерны такие всякие дрязги, выяснения личных отношений и попытки использовать административный ресурс. Вадим Капитонов спрашивает к вопросу о голоде в Советском Союзе 1932-1933 годов. Вот он пишет, после развала СССР стало модно обвинять власть в том, что обкомы и Москва решали, что и когда сеять каждому конкретному колхозу, когда убирать, когда сдавать. А когда в действительности появилось планирование в сельском хозяйстве и насколько оно было строгим? Были ли в то время приписки? Ну, в принципе, планирование, естественно, появилось не сразу, но довольно быстро, то есть уже в 30-е годы оно имелось. Но дело в том, что тут, ведь зачастую эти требования о том, что именно сеять и в какие сроки, они были вполне разумны, потому что тут надо понимать, что, если говорить так более широко, что вот эта плановая система, которую у нас очень любят ругать в последние десятилетия, и которая существовала в Советском Союзе, это такой довольно мощный и эффективный инструмент, но этим инструментом надо уметь пользоваться. То есть для того, чтобы планирование давало результаты, нужно к разработке этих планов подходить, в общем-то, ну, соответственно, то есть там изучать все, как бы, соответствующие вопросы, изучать обстоятельства, там выстраивать всякие взаимосвязи. А если, как бы, планировать, как бы, тяп-ляп от достигнутого, чтобы там вот эти работники Госплана не утруждались, тогда, естественно, что получается всякая, значит, это нелепость и паскудство, которое, собственно, наблюдалось в позднем СССР. Поэтому, собственно, в самом, значит, планировании для сельского хозяйства ничего плохого нету. И, собственно, даже у нас, вот, точнее, не у нас, а во всем мире, те же самые, в общем-то, крупные сельскохозпроизводители, они тоже таким планированием занимаются. Другое дело, что это планирование должно быть разумным. Телезритель из АТО пишет. Я живу в зоне АТО, у нас полно нацистов, и хотелось бы знать, что случилось с Пургиным, Губаревым, ну и так далее. Здесь автор перечисляет то, что произошло за последний год в Новороссии, полагает, что Мозговой был убит мафией Ахметова Януковича и так далее. Вопрос заключается в том, что собой представляет после переворота в ДНР компания Захарченко, а в ЛНР компания Плотницкого. Ну, по поводу таких вот всяких внутренней кухни там я не особо осведомлен, потому что сам я был в ЛНР, то есть в Луганской Народной Республике, причем особенно свой первый поезд, когда там вообще находился в составе стрелковой роты, поэтому там было не до всей этой политики, хотя лично Плотницкого я видел, в общем-то, непосредственно близи. Что касается общей ситуации, то еще со временем, год назад, после своего первого возвращения из Новороссии, я говорил о том, что фактически вооруженные силы Новороссии, то есть вооруженные силы этих народных республик, строятся по принципу феодальной армии. То есть там есть как бы несколько вождей-феодалов, которые имеют свои дружины, дальше между ними какие-то отношения вассалитета, соответственно, переход там дружинников одного к другим, ну и так далее. Естественно, что это связано с тем, в первую очередь, что в Новороссии, к сожалению, нету той партии, которая бы могла возглавить борьбу трудящихся в Новороссии за свое освобождение. А дальше получается чисто по логике вот этой феодальной борьбы, что раз нету возможности этих всех феодалов застроить именно централизованно на какой-то идеологической основе, то получается просто, что из феодалов остается один самый сильный, который всех своих соперников просто, так сказать, истребляет теми или иными способами. Ну, опять же, здесь я не могу сказать, кто конкретно там, значит, убил того же, Мозгового или Дремова, то есть это вопрос остался как бы до конца непроясненный. Хотя, конечно, понятно, что, наверное, руководство ЛНР – это скорее такая ситуация приятная, что там нету независимых фигур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова